Всем привет, с вами Скриво. Сегодня поговорим о природе зла. Есть ли оно зло вообще? Злые ли мы? И покажем это все на примере видеоигр и фильмов. Это часть первая, вводная, в которой я обозначаю главное. Поехали. Выиграйте в видеоигры. Скорее всего в этих играх приходится кого-то убивать. Имперских штурмовиков, супермутантов, даэдра. Много кого. Скольких вы уже убили? Вам нравится убивать? Интересно, что они думают о вас? Вы для них зло? Тысячи тысяч убитых персонажей фильмов и видеоигр, киновселенных, расходный материал, пушечное мясо. Тем не менее, чьи-то сыновья и дочери, либо просто сознательные существа, волею судя показавшиеся по другую сторону баррикад. Но согласен, не совсем корректно осуждать такой серьезный вопрос, не затронув мира реального. Поговорим о войне и терроризме. Напряглись? Сложно думать о реальном враге в таком ключе. Да, сложно. Но врага нужно знать и понимать мотивы его действий. Это ли не то, что вам нравится в фильмах и играх? Понимать мотивацию персонажей, антагонистов и протагонистов. Мне, например, нравится изучать лор, видеоигр и киновселенных. Почему? Потому что в этих вселенных можно на конкретных примерах безобидно исследовать природу таких понятий, как добро и зло, сострадание и социопатия и многое другое. То есть, мне не нужно отправляться на настоящий военный фронт и убивать людей, чтобы вынести для себя какие-то уроки. Благодаря тем же видеоиграм я прекрасно понимаю, что убить существо для меня не так уж и просто. Я в реальной-то жизни не могу заставить себя оглушить рыбу, умирающую у меня на кухне в раковине. Но если, блин, у меня возникают вопросы, зачем мне убивать этого пиксельного грязекраба, когда я могу просто убежать от него, то или со мной что-то не так, или игры и кино все-таки заставляют нас задумываться о природе происходящих событий. И в данном случае, зачем мне убивать этого грязекраба? Это же я пришел к его дому, а он только защищается. Мне действительно так необходимо его мясо или панцирь? Он правда такой сильный противник, что я не могу убежать от него, оставив глупого беднягу в покое и дав ему прожить жизнь в его прекрасной и уютной луже. Да, в данном случае противник слаб и нет никакой надобности, а значит и чести в том, чтобы его забороть. А если это супер-мутант? Огромный нечеловек агрессивный и бронированный, он может покалечить кого-то другого, если не меня, даже если я могу скрыться. Да, я устраню его. Но при этом буду помнить, что когда-то он был человеком и стал таким, какой он есть, скорее всего, не по своей воле. Понятие зло необходимо разграничивать. Есть в нашем понимании зло абсолютное, вроде сатаны, а есть зло неоднородное. Сразу скажу, что абсолютного зла в мире не существует. Во-первых, из-за двойственности вещей и принципа, что у каждого действия есть противодействие и ньянь и тому подобного. А во-вторых, даже образ сатаны, дьявола, ада, вечных мучений и тому подобного сильно гипертрофирован. Раз ад в неком представлении существует, значит он кому-то нужен. Нужен он для наказания грешников. Грешники знают о его существовании, боятся за свои души и либо стараются не грешить, что хорошо, либо знатно заносят денег церквям, отмаливают грехи, покупают индульгенции. Ну, хоть это и в прошлом. В общем, понятие ада и абсолютного зла хорошо хотя бы за свою попытку наказать и заставить одуматься людей, творящих зло в нашем понимании. То есть, добрый замысел, а значит и это зло не абсолютно. Остается наше человеческое, понятное, объяснимое зло. Так что же это? Рассмотрим простой бытовой пример. Подъезд многоквартирного дома и в нем живет бабушка-кошатница. Подъезд дико воняет, соседи ворчат. Для соседей бабка и ее кошки самое что ни на есть зло, которое не хочет жить по правилам и навязывает свои. Тут один сосед решает отравить всех кошек и таки травит. Кучка трупов, бабка в слезах, соседи рады, что в подъезде закончится вонь наконец, но все же недовольны тем, что нашелся кто-то настолько злой, что смог отравить беззащитных существ. Кошечки ведь не виноваты. Изверг, социопат, сегодня кошки, завтра люди и тому подобное. И тут вдруг ко всему к этому заявляются возле подъезда защитники животных и начинают поднимать шум. Соседи втихую указывают на мужичка, скорее всего потравившего котяток, лишь бы отвязаться от назойливых гринписовцев. А те начинают доставать мужичка. Мужик уже не рад, что решился отравить кошек. Бабка уже не при делах, видя, что дело набирает обороты. Кто-то вызывает полицию. Полицейские приезжают, видят, что у каждого своя правда, фиксируют показания, советуют каждой из сторон писать заявление и уезжают поскорее из этого сумасшедшего дома. Кто злодей в этой истории и для кого? Одинокая бабка-кошатница, у которой кроме кошек нет никого на старости лет. Или мужик, которому надоело нюхать вонь при входе в подъезд после долгого рабочего дня, да еще жена нудит под ухо гостей, мол, не пригласить. Или соседи, которые втихую пересидели проблему ворча по углам, дождались ее решения, еще и мужика гринписовцам сдали. Может гринписовцы? Или полиция? В общем, в понимании никто не злой. У каждого своя правда. А так что с террористами? Что с воинами? У них разве нет вполне вразумительного мотива? Для них есть. Для них мы зло. Понятие зла очень удобно в смысле своей безальтернативности. Дихотомия, белое и черное, мужское и женское, день и ночь. Мы всегда добро. Противник всегда зло. Но такое видение оно только для пушечного мяса. Для тех же самых паладинов с ярым светом правды в глазах. А тот же свет в глазах демона, даэдра, ну или им подобных, это уже отблеск адово пламени. Это враг. Согласитесь, не так просто убить врага, понимая, что он живое существо, дышащее, у него есть семья, свои мысли, он во многом похож на тебя. Он просто оказался по другую сторону баррикад. Есть даже фронтовая статистика насчет этого, но об этом в следующей части видео. Во второй части. А пока немного о другом. Знакомы с персонажем адмирала Трауна из Звездных войн? Если нет, советую ознакомиться. Весьма интересный персонаж. У него есть желание не просто уничтожить противника, а понять его и уничтожить его на корню через это понимание. Например, Траун исследует предметы искусства своего противника. Тонко. Также и мы должны понимать своих противников. Порой самое интересное в тех же видеоиграх, это понять мотивацию антагониста. Да, я частенько склоняюсь к антагонистам в играх, сочувствую им, понимая их лучше, чем тех, кого я представляю и защищаю в игровой вселенной. И каждый раз я отыгрываю доброго персонажа, уничтожая зло, просто потому что я часть этого доброго, а не часть зла. Да, я видел на что способны жители Тамриэля, Пустошь и Арканума и многих других миров. Я решал их мелкие проблемы разными путями. И вот, становясь лицом к лицу с главным антагонистом, злом воплоти, я понимал, что он вовсе не зло. Он решение. Он эвтаназия для смертельно больного, корчащегося в муках. Я всего лишь анестетик, краткосрочное обезболивающее. А он покой и умиротворение. И я принял на себя обязанность покончить с этой возможностью успокоения, всей той мерзости, что я повидал. Возможно, в своем приключении я стал частью той мерзости, а может, как мог, избавлял от нее мир. Но, стоя сейчас перед ним, перед окончательным решением, я должен его погубить. А почему я... Я, может, устал спасать этот мир. Может, я видел уже слишком многое, на что способны люди. Я не хочу давать им очередной шанс, но я, пересиливая себя, даю. Говорю себе, что это в последний раз пытаюсь вызвать в памяти светлые лица, достойных жизни существ, встреченных мною по дороге сюда. Понимаю, что за моей спиной мои товарищи, за которых я в ответе. И что они-то, скорее всего, не сомневаются в правильности уничтожения зла. И я караю зло за правду. Потому что оно... Зло. А я в ответе за тех, кого приручил. Кому помог. Да, я могу выбрать сторону антагониста. Но в таком случае, хэппи-энда не будет. Мне не покажут красивый ролик о том, что я обеспечил мир во вселенной. Мне расскажут, как я выбрал не то, как я поддался отчаянию и лишил остальных шанса на исправление. Мне укажут, мол... Да кто ты такой, чтобы решать? Мы вели тебя всю игру к тому, чтобы ты исполнил свое предназначение. Чтобы в тебе зажглась искра человечности. А ты взял и все это... ПРЁХАЛ. А что, если эта искра во мне зажглась? Только это отцвет того самого адово пламени. Это конец первой части. Вводный. Следуйте далее ко второй части. В ней поговорим о злодеях более предметно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok